Хроника Титмара Мерзебургского – важный исторический источник, созданный в период между 1012 и 1018 годом и охватывающий период с 1919 до 1018 года. Наибольшую ценность представляет вторая половина шестой, седьмая и восьмая книги, где излагаются события, современником которых был Титмар. Хроника содержит много уникальных сведений по истории Германии и сопредельных стран, которые, по-видимому, почерпнуты Титмаром у очевидцев событий. Особенно важными являются сведения по истории Германа о славянских отношениях, а также по истории Руси. Сведения из Хроники активно использовались в последующей историографии. Обширные фрагменты из нее в XII веке были включены в ныне утерянные деяния магдебургских архиепископов, а также в «Саксонский аналист». История создания Хроники Хроника была первоначально задумана Титмаром Мерзибургским как история Мерзибургской епархии. Однако уже в процессе работы охват Хроники стал гораздо больше. В ней нашли отражение не только события, которые происходили в Германии, но и в сопредельных странах. Хронологию работы над Хроникой смогли восстановить по ней самой. Сделано это было в работах Ф. Курце и Роберта Хольцмана. Работа над Хроникой началась осенью 2012 года. Первые три книги были написаны к лету 2013 года. В дальнейшем работу Хрониста облегчило то, что в его распоряжении оказался список квидленбургских анналов. Во второй половине 2013 года были созданы книги с четвертой по пятую, а в первой половине 2014 года была написана шестая книга. Работа над последующими книгами заняла остаток жизни Титмара, их он создавал, получая от своих информаторов сведения о происходивших событиях. Работа была прервана смертью Титмара 1 декабря 2018 года. В результате Хроника так и не была завершена. Поскольку оригинал Хроники сохранился, то можно восстановить как происходила работа над ней. Еще будучи каноником в Магдебурге, Титмар привык делать каждую неделю заметки, позже он продолжил эту работу. Сама рукопись написана несколькими почерками, судя по всему, над ней работало 8 переписчиков. В дальнейшем сам Титмар вносил в рукопись дополнения, иногда достаточно развернутые. Почерк Хрониста известен, поскольку он был одним из авторов Мерзибергского некролога. Титмар вносил исправление в текст рукописи, а также делал многочисленные заметки, которые были разбросаны между строк на полях, что значительно затрудняет восприятие повествования. Для того, чтобы в дальнейшем дополнять рукопись, в ней оставлялись лакуны и свободные листы. Последние книги, так и оставшийся незаконченный, больной уже Тимар, ожидавший известия от своих информаторов, неоднократно вставлял свои воспоминания, а также рассказы, не имевшие прямого отношения к повествованию. Для удобства изложения все книги во время издания Хроник были разбиты на главы. При этом в издании 1935 года, предпринятом Робертом Хольцманом, разбивка на главы отличалась от традиционной. Поэтому в историографии иногда встречается разнобой при указании ссылок. Для того, чтобы избежать противоречий, в современной историографии принята двойная нумерация глав содержания Хроники. Хроника состоит из восьми книг и охватывает события, которые происходили в Германии и сопредельных странах с начала правления короля Генриха I Птицелова и до смерти Хрониста. Первые четыре книги посвящены правлению четырех королей Генриха I Птицелова Атона, Первого Великого Атона, Второго Рыжего и Атона Третьего. Данные главы основаны на других работах. Наибольшую ценность имеют книги с пятой по восьмую, охватывающих правление императора Генриха II Святого. Пятая книга охватывает период с 1002 по 1004 год. Начиная с выборов и коронации Генриха II Королевской Короны и заканчивая восстановлением Мерзебургского епископства. В шестой книге охвачены события с 1004 по 1014 годы и заканчивается коронацией Генриха II Императорской Короны. Седьмая книга посвящена событиям с 10014 по 1018 год. В ней показана борьба императора с правителем Польши Болеславом и Храбрым и заканчивается Бооценским миром. Восьмая книга посвящена событиям 1018 года и осталась незаконченной. В своем произведении автор много места уделяет истории Мерзебургского епископства. Очень важное значение также имеет известие о польско-германских войнах 1003-1018 годов, а также сообщения по истории Руси. В хронике содержится уникальное известие по древнерусской истории конца княжения Владимира Святославича, а также о периоде Междаусобить его сыновей. Источники для написания хроники Для написания первых книг Титмар использовал некоторые существовавшие в его время источники. В первую очередь это история саксов Ведукинда Корвейского, которая послужила первоначальным источником для первых книг. Во второй половине 1013 года в руках Титмара оказались Кведленбургские анналы, которые стали основным источником для написания четвертой книги, а также последних глав шестой книги, в которой данные о событиях 1012-1013 годов перенесены из соответствующих статей анналов. Кроме того, на основании анналов Титмар дополнил некоторые лакуны первых трех книг. Еще одним источником стал синодик Мерзебургской церкви, однако основным источником для написания хроники Титмара стала устная информация о происходящих событиях, публикации и переводы хроники. В отличие от многих других средневековых хроник и анналов, сохранился исходный текст хроники, так называемый Дрезденский кодекс. Он написан на пергаменте. Известно, что епископ Мерзебурга Вернер в 1091 году подарил рукопись монастырю Святого Петра в Альтенбурге. После ликвидации монастыря в 1562 году благодаря декану Мерзебургского собора Сигизмунду фон Лендинал хроника оказалась в соборной библиотеке. В 1563 году Курфюрст Саксонии Август распорядился передать рукопись мессинскому историку Гаев Фабрицию, позже тот вернул хронику в архив Курфюрста. В 1832 году рукопись была передана в Дрезденскую королевскую библиотеку, а в настоящее время находится в Саксонской земской библиотеке Дрездена. Первоначально рукопись состояла из 207 листов, которые были сведены в 26 тетрадей. 21 тетрадь содержала по 8 листов, в 5 и 23 по 4 листа, 16, 17 и 18 по 10 листов. В 8 тетрадь автор позже добавил еще один лист. К 1574 году, когда Курфюрст Август распорядился об издании рукописи, в ней было утеряно 15 листов, 2 первых листа из первой тетради, 4 внутренних листа 19 тетради, полностью 13 тетрадь и первый лист 17 тетради. После 1789 года рукопись была переплетена в кожаный красный переплет. Рукопись сильно пострадала во время бомбардировок Дрездена во время Второй мировой войны, однако сохранилось фоксимильное издание рукописи. Предпринятое в 1905 году, в 1120 году в Саксонском монастыре Карвай был создан сборник, в состав которого вошла и «Хроника» Титмара. До настоящего времени дошел список этого сборника 14 века, Бруссельский кодекс. В 1612 году рукопись была подарена колледжу иезуитов по Деборне, откуда она в 17 веке была обменена и оказалась в Антверпенской библиотеке боландистов, которая в 1827 году была присоединена к Брюссельской королевской библиотеке, где он сейчас и хранится. По сравнению с Дрезденским кодексом, Бруссельский кодекс не является точным списком «Хроники» он подвергся как стилистической переработке, так и содержит поздние вставки. Однако данное издание позволяет заполнить утерянные листы Дрезденского кодекса. Высказывались предположения, что существовало еще два или три списка «Хроники». Один из них в 1516 году мог храниться в монастыре Найверк около Галли. Также упоминалось, что отрывки хранились в университетской библиотеке в Вене и в монастырской библиотеке в Раугерне около Брюна. Однако достоверность этих сведений неизвестна. В 1570 году Курфюрст Саксоний Август передал Дрезденский кодекс в своему историографу Виттенбергскому профессору Петру Альбину, чтобы тот при содействии другого профессора Рейни Рейкенсоса издал «Хронику». Работа была закончена 18 декабря 1574 года, а само издание осуществлено в 1580 году. Данное издание содержало погрешности, ошибки и пропуски. Следующее издание было предпринято в 1667 году Иохимом Йоганом Мадзером. За основу было взято издание Рейкенсоса и Альбина. Были исправлены некоторые ошибки, однако и в нем было добавлено много ошибок и опечаток. На русском языке На русском языке существует два издания полного перевода. Хроники Титмар Мерзебургский Хроника Переулок Слад и В. Дьяконова М. С. П. С. Л. Русская панорама 2005-254 секунды 1500 эказы А. С. Б. Н. 5 931-65 075-X Титмар Мерзебургский Хроника Переулок Слад и В. Дьяконова Второе издание Исправлено М. С. П. С. Л. Русская панорама Кроме того, на русском языке неоднократно публиковались отрывки хроники, посвященные известиям истории Руси, исследования хроники, влияния хроники на историографию.